Все спрашивают, как начать текст майнинг? На самом деле не все, но я расскажу. Что такое текст майнинг? Его можно понимать широко. Тогда он включает в себя две части. Первая часть — это запрос к веб-источникам на получение больших текстовых данных. Вторая часть — это извлечение из полученных текстовых данных какой-то полезной информации. Если понимать текст майнинг уже, то он относится именно к второй части и зачастую переводится на русский как «Интеллектуальный анализ текста». Я хотел бы поделиться с вами своим видением задач, которые позволяют решить текст майнинг. Аналитических задач. Я вижу четыре группы задач. Первая — самая простая и в какой-то мере техническая. Среди всех собранных документов найти достаточно наполненные, потому что, скорее всего, именно в них больше всего информации. И для наполненных документов найти высокочастотные токены. Токены — обычно это слова, хотя и не всегда. Вторая группа задач — найти среди собранных документов нерелевантные. Почему акцент нерелевантный? Потому что, конечно, запрашивая текстовые данные в веб-среде, вы надеетесь на получение именно релевантных документов, релевантных вашему запросу. Но никогда нельзя исключать вероятность попадания и среди релевантных нерелевантных. Их нужно находить и убирать из корпуса текстов, которые затем анализируются. Третья группа задач — это выявление среди всего множества документов, огромного множества, речь о больших текстовых данных. И среди больших объемов хочется найти обозримое число интерпретируемых топиков. Топик — это синоним темы. И, наконец, четвертая группа задач — это выявление сентимента или эмоциональной нагрузки собранных документов. Рассмотрим все четыре группы задач более подробно, с указанием релевантных методов и на маленьких примерах. Все четыре задачи решаются на основе матрицы, в которой по строкам располагаются документы или тексты. Это могут быть тексты статей, тексты постов в социальных сетях, тексты описаний видео, комментариев и так далее. А по столбцам — токены. Или, как правило, слова, которые встречаются в изучаемых документах. Так вот, задача выявления наполненных документов выявляется простой описательной статистикой. На основе как рассматриваются документы токены. И два примера документов, отобранных из комментариев к видео с YouTube. Эти видео были получены в рамках исследования по раздельному сбору отходов. Сверху мало наполненный документ, а снизу очень наполненный документ. Не забывайте, что это комментарий. Посмотрите, какой наполненный комментарий. Это комментарий, отнесенный к одной из тем, полученных в этом исследовании. Но конкретно здесь я противопоставляю эти два документа не с точки зрения тем, а с точки зрения просто наполненности словами. Сверху мало слов, снизу очень много слов, и это еще не конец. Вот его продолжение. При желании можете поставить видео на паузу и прочесть. Исследование раздельного сбора отходов хорошо тем, что зачастую изучаемые тексты принадлежат людям высокоинтеллектуальным, с довольно грамотной речью и склонных создавать довольно наполненные тексты. Вторая группа задач – отобрать нерелевантные документы. Для решения задач из этой группы подходят методы машинного обучения как с учителем, так и без учителя. Если говорить о методах с учителем, то они предполагают разметку части документов вручную. Весь корпус текстов и документов делится на три части, на три неравных части. Допустим, 10%, еще 10% и 80%. Первые 10% текстов исследователь читает и оценивает, релевантный или нерелевантный. Это бинарное оценивание. Можно оценить и континуально, оценить степень релевантности каждого текста. Получается новый столбец, который добавляется в матрицу документы-токены. На основе этого столбца и столбцов с токенами обучается модель. Обученная модель тестируется на второй выборке, которая тоже составляет, допустим, 10%. Если тестирование успешно, то модель применяется к третьей, самой большой выборке. Таким образом, вручную придется разметить всего 10% текстов, а 80% текстов размещает машина. Можно пойти другим путем, применить машинное обучение без учителя, сгруппировать все документы с точки зрения их связи с некоторой темой. Какие-то из тем будут признаны более релевантными, какие-то будут признаны менее релевантными. И те документы, которые связаны, сильно связаны с нерелевантными темами, исключаются из корпуса изучаемых текстов. Два примера сверху. Нерелевантный, снизу релевантный. Выявление тем или топиков может быть и зачастую является самостоятельной задачей. То есть не для того, чтобы оценить релевантность, а для того, чтобы интерпретировать эти топики, чтобы сжать информацию, которая содержится в тысячах текстов, до обозримого числа топиков. Здесь скорее акцент на методах машинного обучения без учителя. Что может происходить в рамках обучения без учителя? Матрица документа токена подвергается факторизации токенов. То есть столбцы объединяются в так называемые компоненты. Каждый компонент обычно имеет два полюса. Для дополнительного сжатия информации можно кластеризовать эти полюса. И дальше каждая компонента интерпретируется по связанным с ней токенам и документам и фактически оформляется в топик. Выше я уже демонстрировал примеры других топиков, а здесь перед вами еще два топика. Вот их название – бумага или пластик или стекло. И раздельный сбор именно пластик. Два документа, которые репрезентируют соответствующие топики. И, наконец, четвертая группа задач – выявить эмоциональную нагрузку собранных документов. Здесь скорее применимы методы машинного обучения с учителем. Здесь потребуется размерить вручную либо какую-то часть корпуса документов, либо отдельные токены должны получить свою оценку с точки зрения выражаемых эмоций. Оценивать можно очень по-разному. Позитивные эмоции, негативные эмоции. Позитивные, нейтральные, негативные. Степень позитивных, нейтральные, опять же, негативные в какой-то степени. То есть уже континуальное или порядковое оценивание. Можно еще усложнить задачу. Учитывая, что в психологии эмоции группируются, можно попробовать атрибутировать каждый документ с точки зрения доминирующей эмоции. Тогда это уже будет номинальная переменная. Вариантов очень много. Очень непростая задача. Но решение такого рода задач дает впечатляющие результаты. Например, в Центральной банке Российской Федерации есть подразделение, которое собирает веб-среде на регулярной мониторинговой основе новостные тексты и оценивает их сентимент. Получаемая метрика очень сильно коррелирует с таким известным экономическим показателем, как PMI. И два примера. Документ с позитивным сентиментом и документ с негативным сентиментом. Эти задачи я сгруппировал на основе своего опыта. Это некоторое обобщение, некоторая теория. А теперь практика. Во всех четырех группах задач фигурирует матрица документа токена. Получается, что при всем многообразии задач текстмайнинга для их решения требуется предпринять несколько необходимых шагов, одинаковых для всех четырех групп задач. Эти шаги называются предобработкой, предобработкой. И включают в себя токенизацию, лимматизацию, удаление стоп-слов и векторизацию. Пройдя эти четыре шага, любой текст из исходного, необработанного превращается в элемент матрицы документа токены. Как это происходит, сейчас покажу. Давайте уже традиционно. Я сначала покажу, что получится в результате этой серии. Потом, как к этому прийти. Матрица документа токена. Документы идут по строчкам. 7368 документов. В моем случае это комментарии. Чтобы было удобнее. Сначала они идут в исходном виде, а потом в предобработанном виде. Собственно, в этой серии я их и предобработаю. А дальше все остальные столбцы. А их здесь 7016. За вычетом первых двух 7014. Это все токены. Здесь идут числа, которые я оставил, вдруг пригодятся. И дальше слова. Это уже правый конец таблицы. И здесь слова на «я». Последним словом является ящик. На пересечении находятся частоты. Из видимого фрагмента таблицы кажется, что все частоты нулевые. Но это далеко не так. Здесь много единиц. И даже чисел больше, чем единица. Частоты показывают, как часто встречается тот или иной токен, число или слово. В том или ином документе. Очевидно, что в этом комментарии ждет реклама «Россия». Где-то здесь посередине находится токен «Россия». И будет частота 1 на пересечении токена «Россия» и этого комментария. Это матрица абсолютных частот. Ее конкурентом выступает матрица частот TF-IDF. Эти частоты нормированы таким образом, чтобы токен, который характерен для какого-то узкого набора документов, прям вот реально характерен, но для узкого, имел у этих документов высокий балл. А токен, который характерен для всех документов, то есть такой неспецифический токен, не имел высокого балла. Это две конкурирующих матрицы документы-токены, на основе которых далее можно решать все перечисленные мною задачи. Как получить эти матрицы? Этим сейчас и займемся. Эти матрицы получаются в результате предобработки. Предобработка включает два шага очистки от ненужного, как в рекламе. Убрать ненужное, а оставить главное. Вот здесь то же самое. Один шаг по приведению слов к начальному виду, что особенно характерно для языков с многообразными лексическими формами, к каковым относится русский язык. И последний шаг – это векторизация. То есть как раз непосредственно получение матрицы, документы, токены. Причем последовательность этих четырех шагов строго определена и не должна меняться. Первое – это чистка от мусорных символов. Второе – это лимматизация. Третье – удаление стоп-слов. И четвертое – это векторизация. Поехали. В этом скрипте номер 3 будут реализованы первые три шага. Для них потребуются вот эти пакеты, модули, методы и атрибуты. Сразу импортирую четыре пакета, которые потребуются. Если они у вас не установлены на жестком диске, то их следует установить. Достаю из экселевского файла с комментариями и ответами ко всем изучаемым видео к соответствующей датафрейме. В нем те же самые 7468 строк, но колонок 18, потому что это таблица с характеристиками комментариев. ID, ID видео, к которому относятся, отображаемый текст, оригинальный текст, имя автора и так далее. Если комментариев много, а 7000 – это уже много, хотя бывает гораздо больше, рекомендую для предварительной проверки работоспособности скрипта отобрать только, допустим, первые 30 документов и проверять на них, чтобы было быстрее. Далее в отдельный датафрейм, назвал его общим таким названием – Data, я помещаю текст на предобработку. Это оригинальный текст, который находится в столбце Snippet Text Original. Я его копирую в отдельный датафрейм с сохранением тех же индексов. Эти индексы были мною заданы как сквозные после сбора комментариев и ответов. Дальше их следует придерживаться и не менять, иначе все перепутается. Дальше я буду пользоваться тем примечательным свойством датафрейма, что применять функции можно одновременно, то есть параллельно ко всем ячейкам некоторого столбца. Меня интересует текст на предобработку. Я буду к нему применять в дальнейшей функции. Но функции применяются сразу параллельно ко всем ячейкам, только если ни в одной из этих ячеек нету миссингов, пропусков. Поэтому я удаляю пропуски. У меня здесь их не было, видите, длина осталась такой же. Но на всякий случай вдруг в каком-то документе ничего не было. Не знаю, как это может быть. Если речь о комментариях. А вот если не о комментариях, а, например, о тегах, то вполне может быть, вполне может автор не указать ни одного тега для своего видео. Вот такой недальновидный автор. Документы готовы, приступаю к предобработке. Первый шаг убрать мусорные символы. Поскольку я не планирую пока что проводить сентимент-анализ, то есть изучать эмоциональную окраску комментариев, то мне нужен именно текст, несущий в себе некое содержание, преимущественно рациональное содержание. Вот посмотрите, здесь, допустим, идет собака. Я от нее избавлюсь. Восклицательный знак. Я от него избавлюсь. Скобки. Избавлюсь. Три восклицательных знака. Избавлюсь. Запятые тоже не нужны. Всякие эмодзи тоже не нужны. От всех них надо избавиться. Как возвращаясь вниз? Чтобы иллюстрировать происходящее, я беру первый комментарий. От чего я здесь избавлюсь? От точки, от запятой, от трех точек. И от этой запятой, да, тоже избавлюсь. Каким образом? При помощи такого цикла. Суть этого цикла. Если символ – это буква или число, такой метод, встроенный в Python, позволяет определить, является ли символ буквой или числом. Или символ – это пробел, то я их добавляю к очищенному тексту. Очищенный текст имеет текстовый формат. В противном случае я заменяю символ на пробел. Ушли. Точка, запятая, запятая, три точки. Чтобы применять эту процедуру ко всему столбцу, содержащему текст на предобработку, надо поместить эту процедуру в функцию. Оформить как функцию? Оформляю. Название этой функции, моей функции. Я ее сейчас создаю. Аргумент – это текст. То есть то, что содержится в каждой ячейке столбца текста на предобработку. Дальше с отступом, потому что это тело функции. Тот же самый цикл с условиями. И команда return, которая выводит результат работы функции. Проверю. Сначала в демо-режиме, то есть никуда не перезаписываю. Первый комментарий, действительно, в нем нет. Точки, запятой и так далее. Визуально вроде все в порядке. Можно и записать. Записываю новый столбец в том же датафрейме. Предобработанный текст. Он, конечно, еще не совсем предобработанный, но первый шаг предобработки он прошел. Второй шаг – это лимитизация. Проведение каждого слова к начальной лексической форме. Для существительных это единственное число – именительный падеж. Для глагола это инфинитив и так далее. Лимитизаторов в природе существует много. Многие из них специализируются на отдельных языках. Вот в частности, как раз лимитизатор Яндекса, который называется PyMyStem, он очень хорошо подходит для русского языка. Он пытается участвовать контекст. Как это происходит? Немножко подробнее показано в видео. Ссылку на него дам. Например, слово «сорока» и слово «сорока». Они состоят из одинаковых символов. Но контекст определяет это все-таки птицы или это числительное. Вот PyMyStem умеет определять, а другие лимитизаторы не умеют. Но, к сожалению, и PyMyStem не все умеет определять. Не любой контекст. Это первый его недостаток. А второй недостаток – он работает очень медленно на Windows. Давайте спустимся чуть пониже. Все эти чанки еще предстоит разобрать. А здесь есть уже собранный чанк, итоговый, без промежуточных шагов. Я запускал его в итоге. Сегодня я перезапустил этот скрипт, поэтому здесь выдачи нет. Но поверьте мне на слово, лимитизация 7000 с лишним комментариев заняла 4,5 часа. Поэтому, с вашего позволения, я запускаю чанки с обращением и с подачей текста одного комментария, чтобы показать, как работает в демо-режиме. Каждое слово приведено к исходной лексической форме. А вот этот чанк уже я запускать не буду. Дальше я буду только рассказывать, потому что, если я сейчас его запущу, то смогу вернуться к продолжению работы с скриптом только через 4 часа. И вы должны понимать, что если у вас Windows, если у вас еще больше документов, и при этом документы содержат в себе много слов. Вот в моем случае комментарии. Я посчитал комментарии в среднем, содержат по 6 слов. 7000 с лишним комментариев по 6 слов – это примерно 4,5 часа алиматизации. А дальше считайте сами. После того, как все слова приведены к начальной форме, следует убрать из документов стоп-слова, так называемые стоп-слова. Для них тоже есть отдельный пакет. Таких пакетов много. Они тоже часто специализируются на каких-то отдельных языках. Вот неплохой пакет Stop Words. В нем есть словарь и для русского языка, и для английского языка. Поскольку наверняка в изучаемых комментариях есть и английские слова, я выгружаю словарь и с русскими, и с английскими словами. Давайте посмотрим. Это всякие союзы, местоимения. Не знаю, что тут еще, зачем, но есть. Бес, был, вам, вас, ваш и так далее. Вот слова. Стоп-слова. То, чего не должно быть в итоговом предобработанном тексте. Местоимения. Видите, сколько местоимений. Модальные глаголы, которые тоже часто не несут большого смысла, но при этом очень часто встречаются. И поэтому сбивают всю структуру. Тексты перетягивают ее на себя. Затрудняют анализ. Их надо убрать. Более того, в зависимости от конкретной задачи, исследователь может решить, что еще какие-то слова должны быть добавлены в стоп-список. И сам добавляют. А в каких-то ситуациях исследователь может решить, что то или иное слово не должно быть в стоп-списке. Должно остаться для дальнейшего анализа. Тогда надо проверить наличие этого стоп-слова в стоп-списке и убрать его из стоп-списка методом remove. И когда я говорил словарь, я имел в виду в нашем бытовом понимании. Так-то это все список. Вот список. Видите, квадратная скобка для английского языка. Тоже слова, которые должны быть удалены, чтобы в дальнейшем не смещать текстовую структуру. Структуру частотности, структуру совместной встречаемости. Смотрите, какой короткий список для английского языка. Я его уже весь прокрутил при вас. И список для русского языка гораздо длиннее. Благо, русский язык и богаче по своим лексическим формам в частности. Создаю стоп-список. Вот это были списки, содержащиеся внутри данного модуля. А вот это уже мой список, включающий эти два списка. И сюда при желании можно добавить что-то еще. Или наоборот, исключить отсюда какое-то слово, если бы я считал, что это слово следует дальше анализировать. Но у меня пока что нет таких оснований, поэтому я оставляю этот двуязычный список как и есть. Дальше нужен цикл, проверяющий, находится ли то или иное слово-комментария в стоп-списке. Беру слово из ячейки. А в этой ячейке, напомню, у меня лиматизированный текст. А лиматизированный текст – это список. То есть в этой ячейке у меня находится список слов. Еще раз, лиматизированный текст – это список. Давайте поднимемся наверх. Еще раз, убейте, видите, это список. Лиматизированный текст – это список. Возвращаюсь вниз. Так, если слово из этого списка не в стоп-листе, оно добавляется в очищенный текст. В противном случае, очевидно, не добавляется. После того, как какие-то слова добавились, какие-то не добавились, в очищенном тексте, текст «клинт», остается много двойных пробелов. А также по краям остаются вот такие специальные символы. Такого рода возвращаются. От них надо тоже избавиться. Для этого вот этот чанк предназначен. Он, во-первых, циклом «while» проверяет наличие двойных пробелов, меняет их при помощи метода «replace» на одинарный и делает это, пока двойные пробелы сохраняются. И после того, как удалил двойные пробелы, он еще проверяет, он даже не проверяет, а просто сразу удаляет в случае наличия вот эти технические символы с концов при помощи метода «strip». Эти два чанка я собираю в одной функции «words cleaner». Опять же, подается текст из каждой ячейки. На выходе остается текст «clean». Применяю. Применяю в демо-режиме, чтобы просто посмотреть, что получится. Но сейчас я не буду применять, потому что я предыдущие чанки не запускал. А вы примените. Убедитесь, что все нормально. Что визуально хотя бы никаких стоп-слов нет. Нет двойных пробелов. Нет технических символов. И теперь применяю уже полноценно с перезаписью столбца к предобработанному тексту. Применяется при помощи метода «еплай», как я уже и выше делал. Вот эта функция применяется и перезаписывается в тот же самый столбец. После того, как столбец перезаписан, и в нем уже реально очищенный, элематизированный текст, я перехожу от вот этого вспомогательного датафрейма, рабочего, к основному. Я из него столбец с предобработанным текстом добавляю в исходный датафрейм, где находятся комментарии со всеми их характеристиками. Причем добавляю именно столбец. Поэтому здесь есть аргумент «ex is равно 1». То есть, чтобы произошла вертикальная конкретинация, а не горизонтальная, как вы уже, может быть, привыкли из предыдущих скриптов. И после того, как этот чанк готов, фактически три шага предобработки выполнены. Три шага. Не четыре, только три. Векторизацию я ставил в отдельный скрипт. Почему? Потому что как раз, что элематизация занимает очень много времени. Я помню, элематизация занимает, в моем случае, четыре с половиной часа. Чтобы ничего не испортить, я заканчиваю этот скрипт с сохранением в отдельный документ комментариев со всеми их характеристиками и с предобработанным текстом. В отдельный документ сохраняю и уже векторизацию произвожу в новом скрипте. Перехожу к этому новому скрипту. В этом скрипте поменьше методов и атрибутов. Здесь пакет Escaler и его методы. Сразу импортирую все, что потребуется. Достаю из Excel файла комментарии и ответы к изучаемому видео, но весь файл мне не нужен, поэтому я достаю оттуда только столбцы с оригинальным текстом и предобработанным текстом. Снова создаю рабочий DataFrame Data, куда помещаю предобработанный текст. И опять же удаляю миссинги. А здесь миссинги уже возможны, потому что некоторые комментарии были очень короткие и сугубо из эмодзи, например. Такие комментарии превратились в пустоту. Ничто. То есть здесь среди некоторых комментариев можно при желании найти в правом столбце пустоту. Дальше мне нужно решить относительно того, какая частотность токена меня устраивает. Минимальная частотность токена. Есть абсолютно уникальные токены, которые встречаются только в одном документе, в одном комментарии. Есть, которые встречаются в двух. Есть, которые встречаются в трех. Я пробовал и тот, и другой, и третий варианты. И оказалось, что если взять все токены, то есть даже те, которые встречаются хотя бы в одном комментарии, то получится 15 тысяч уникальных токенов. А в итоге должна получиться тогда матрица с 7468 строками и 15 тысячами столбцами. В принципе, это нормально. Но обрабатываться это будет довольно долго. Поэтому все-таки я пожертвую примерно 7 тысячами очень таких специфических токенов, которые встречаются всего лишь в одном комментарии. И выбираю пороговое значение 2. То есть в дальнейшем будут отсеяны все токены, которые встречаются в одном комментарии. Но если токен встречается уже хотя бы в двух комментариях, то такой токен останется для дальнейшего анализа. Дальше я прибегаю к классу CountVectorizer. Это как раз тот самый класс, который позволяет создать матрицу документа токена. Сначала я к нему просто обращаюсь, предупреждаю, что вот будет такой столбец подан. И в нем надо будет отсечь токены, которые встречаются один раз в NINDAO. Записываю все эти настройки в объект CVECT. И дальше к этому же объекту применяю метатрансформ. Уже чтобы физически произвести создание матрицы. Полученная матрица будет не в виде датафрейма, а хотелось бы, чтобы была в виде датафрейма. И для этого существует еще одна строчка кода. Поскольку вы уже знакомы с классом датафрейм пакета Pandas и с его аргументами Colvims, Index, то можно не вдаваться в подробности. В частности, подчеркну разве что. Этот метод из эскалорна, который как раз и позволяет получить список всех токенов. Он дает список всех токенов. Они станут названиями столбцов в новом датафрейме. Хотя описанная процедура выглядит громоздко, но на самом деле она будет не очень долгой. 509 миллисекунд. Матрица готова. 7267 строк на 7014 столбцов. Как вы видите, документов уже не 7460 с чем-то. 7200. То есть 200 комментариев на предыдущих этапах обнулились и ушли, когда я применял Drop&A. Здесь уже можно посмотреть. А столбцов 7014. 7014, то есть токенов, которые встречаются хотя бы в двух документах, 7014. Матрица квадратная. Для тематического моделирования, на мой взгляд, квадратная матрица – это неплохо. Еще лучше, когда матрица вытянутая горизонтально. И плохо, когда матрица вытянута вертикально. Что значит, что матрица вытянута вертикально? Строк больше, чем столбцов. То есть документов больше, чем слов, которые в них используются. Это, конечно, вопрос дискуссионный, какая форма матрицы – естественная или противоестественная. Но мне кажется, что у меня комментариев все-таки не так много, потому что я знаю, что в рамках других исследовательских направлений можно собрать и миллионы комментариев. Так вот, 7000 комментариев – это не так уж и много, чтобы в них исчерпывались все слова русского языка. Ну нет, такого быть не может. Поэтому моя матрица не должна быть вертикально вытянута. Если у вас столько документов, что вы считаете, в них исчерпывается все богатство русского языка, тогда да, матрица может быть вертикальной. То есть слов будет меньше, чем документы. В моем случае матрица квадратная. А если бы я оставил все токены, в том числе и те, которые встречаются хотя бы один раз, то она была бы горизонтально вытянута. Давайте посмотрим на токены, на их частотность. Вот видите, очень редкие токены, а вот очень частые токены. И это логично, поскольку речь идет о YouTube, токен-видео вполне здесь уместен. Поскольку авторы ссылаются на разные видео, часть URL-адреса тоже вполне уместна. А уж слова отходы, мусор, им сам Бог велел оказаться в рамках исследовательского направления про раздельный сбор отходов. Но увидите, здесь еще есть и притяжательное местоимение свой. Что интересно, оно отсутствует в стоп-листе. Хотя, может быть, и должно быть там. Но пусть остается. Раз прошло, пусть остается. Чтобы было дальше удобнее анализировать полученную матрицу, я добавляю к ней текст в исходном виде. Недаром я его исходно выгружал. Вот он. Анализировал и создавал матрицу я из этого текста. Но для лучшего понимания содержания и интерпретации потребуется и этот текст. Поэтому я его добавляю в созданную матрицу. И отправляю в отдельный файл. Причем, заметьте, не XR-файл, а файл формата CSV. Это как бы текстовый документ, хотя я его и сохраню под именем их словос x, в котором содержимое всей строчки разнесено не по ячейкам, ну, практически не разнесено, а просто разделено запятыми. Comma Separated. CS – это Comma Separated. И заметьте, когда я говорю, говорю, а сохранение продолжается. Почему? Потому что матрица, вот эта, уже кое-что весит. Немало она весит. Сохранение произошло. Если бы я сохранял в формате Excel, то Excel – это заняло бы больше часа времени. То есть я сохранил в формате, который трудно читается. То есть просто сейчас взять и открыть его в Excel я не смогу. Но при этом операции с файлом CSV происходят быстрее, чем с Excel-файлом. Мне вот эта матрица для того, чтобы ее разглядывать, не нужна. Я не буду глазами смотреть частоты. Поэтому я и сохраняю файли CSV быстрее, и рассматривать мне не нужно. Дальше в следующем скрипте я загружу, опять же, в формате CSV достану и открою как датафрейм, и все будет в порядке и быстро. Но это еще не все. Если вы собрались закончить просмотр, то нет. Я вам говорил, что у меня есть и конкурирующая матрица, TF-IDF матрица. Вот эта матрица с абсолютными частотами. То есть сколько раз встречается токен, столько и стоит частота. Вот это все ноль раз встречается. Конкурирующая матрица TF-IDF, которая позволяет оперировать специфичностью токенов. Эта матрица формируется очень похожим образом, только вместо каунт-векторайзера используется класс TF-IDF-векторайзер. А все остальное происходит ровно точно так же. Чтобы не путаться, я сохраняю в объект TF-IDF объект, к нему применяю уже метод transform, дальше создаю data frame, видите, еще быстрее обработалось, 404 миллисекунды. Ровно те же самые документы и токены, но частоты, или уже скорее баллы, здесь другие. Ну, здесь нули, да, здесь нули. Ноль, он и есть ноль. Если не встречается, значит не встречается. А вот сами баллы там, где встречаются, уже другие, видите. Список самых частотных токенов уже немножко другой, чем он был здесь. Получилось, что начало URL-адреса или слово «свой» имеют высокие, очень высокие, абсолютные частоты, но они имеют очень низкую специфичность, поэтому они сюда не попали. Я думаю, что мусор вылез вперед все-таки потому, что он очень часто встречается в изучаемых комментариях. Насчет очень высокой частоты встречаемости он сюда и вылез. Специфичность у него наверняка невысокая, поэтому в целом самый топ остался примерно таким же, но дальше структура будет другая, то есть вот здесь в помежутке структура будет другая. И тоже сохраняю матрицу tf.idf опять же в формате csv. И собранный чанг без промежуточных шагов, посмотрите, какой он маленький. Здесь все, что я проделал выше в этом скрипте, кроме выгрузки из Excel. Вот выгрузил из Excel, а дальше запускаю этот один чанг, он несколько минут отработает и даст мне тот же самый результат, две матрицы, одна матрица, просто частотная, полученная каунт-векторайзером. Вторая матрица tf.idf. Предобработка завершена. Очищен текст каждого комментария от мусорных символов, мусорные те, которые мне не нужны с точки зрения их содержания. Второе. Произведена лиматизация, самый долгий этап, в моем случае занимает 4,5 часа. Убраны стоп-слова, те слова, которые имеют очень высокую частотность, но при этом несут малую смысловую нагрузку. И, наконец, произведена векторизация. Векторизация уже в этом скрипте. В итоге получены две конкурирующие матрицы с обычными частотами и с баллами tf.idf. А дальше уже текст майнинг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok